6 июля, в день рождения Нурсултана Назарбаева, вся наша республика традиционно празднует День Астаны. За 30 лет Назарбаев буквально внушал всему народу, что именно он является основателем казахского государства и строителем казахской столицы. И многие казахстанцы, и даже казахи верят этой лжи государственного масштаба. С другой стороны, огромный пропагандистский аппарат России старается сформировать мнение, что якобы именно русские основали почти все города Казахстана и дали казахам государство. Таким образом, бедный казахский народ с двух сторон подвергается мощному давлению исторических фальсификаторов, которые стараются присвоить себе создание казахского государства и нашей столицы. На самом же деле основателем городка Акмала, который впоследствии стал столицей независимого Казахстана, является человек, имя которого упорно старались вычеркнуть из истории и Российская империя, и советская власть, и режим Нурсултана Назарбаева. Зовут этого человека Канаркулжа Удамендин, и мало кто знает, что он является прямым предком одного из самых известных сегодня бизнесменов Казахстана Мухтара Джакишева. И именно Канаркулжа Удамендину посвящается мое сегодняшнее видео. Вначале остановимся на том, как же на самом деле произошло основание города Акмала. В 1822 и 1022 годах по инициативе Спиранского были приняты Устав о сибирских киргизах и Устав об оренбургских киргизах. Согласно этим документам, планировалось уничтожить ханскую власть и заменить название младшего и среднего жуза. На землях этих двух жузов намечалось создать округа, которыми бы управляли российские чиновники. Таким образом, российские власти планировали усилить свое влияние в Казахской степи. В начале дело шло якобы неплохо. В 1828 году появились Каркарлинский и Кокшитауский округа. Однако дальше дело остановилось. Причина была банальной, выделенные на основании округов деньги были разворованы местными российскими чиновниками. И в таких условиях в Казахской степи начинается полный беспредел. Ханской власти уже не было, так как последний хан среднего жуза Губайдула был в 1825 году арестован и сослан в сибирский городок Березов. Хан младшего жуза Сергазы был вызван в Оренбург и помещен там под домашний арест. Не было в степи и российской власти, так как округа созданы не были. Пользуясь этим, казахские султаны начинают жестокую междоусобную борьбу за земли. Принялись жестоко грабить казахские аулы казаки, башкиры и калмыки. Вот тут и выступил на сцену Канаркулжа Удаминдин, который в 1829 году обращается к генерал-губернатору Западной Сибири. А. Вильяминову с ходатайством открыть округ на землях арганских родов Алтай и Карпык, которые считались исконными владениями предков Канаркулжа. Канаркулжа Удаминдин был выходцем из очень знатной казахской семьи и принадлежал к влиятельному степному сословию Тори, то есть был прямым потомком легендарного Чингисхана. Его прямыми предками были легендарные Жоши, основатель Акорды Ардаежин, отважный правитель Акорды Ерзен, ханы Золотой Орды Аресхан и Барак. Предками Канаркулжа были один из основателей казахского ханства Женебек, выдающиеся казахские ханы Исимхан, Салкам Жангир и Тауке. Прадед Канаркулжа Самеки был сыном Тауке и в 1719 году был провозглашен первым ханом Среднего Жуза. Отец Канаркулжа, султан Кудайменди управлял арганскими родами Алтай и Карпык. Отличаясь гордым и своенравным характером, Кудайменди так и не признал подданство Российской империи. Русские чиновники, которые побаивались этого отважного человека, называли Кудайменди одним из наиболее дерзостнейших султанов. И именно потому, что Канаркулжа имел такое знатнейшее происхождение, российские власти были вынуждены прислушаться к его предложению открыть на его землях округ. Здесь следует отметить, что Канаркулжа у Даминди просил открыть округ на своих землях не потому, что любил Россию. Таким образом, он хотел просто навести порядок и установить четкую власть. Умный Канаркулжа прекрасно понимал, что восстановить ханскую власть уже не удастся, но нужно хотя бы постараться сохранить власть за казахами. Вскоре из Омска выезжает большая группа из 200 человек во главе с подполковником Шубиным, главной задачей которого было найти место для столицы нового округа. Однако не Шубин, не отправившие его чиновники, даже понятия не имели, где можно основать столицу будущего округа. И в таких условиях Канаркулжа у Даминдин 18 июня 1830 года созывает Курултай самых влиятельных людей родов Алтай и Карпык, где добивается разрешения предложить построить столицу нового округа на своем жайлю в урочище Акмала. В итоге письменное решение Курултая было передано подполковнику Шубину и началась подготовка к строительству. Однако вскоре место строительства было перенесено из урочища Акмала в урочище Караткель, так как выяснилось, что реки Нура и Ишим каждую весну в паводок затапливали обширные пространства. При этом Канаркулжа у Даминдин добился сохранения за строящимся городом названия Акмала, а новый округ получил название Акмолинский. Первым правителем округа стал сам Канаркулжа у Даминдин, а его заместителем родной брат Канаркулжи Арестан у Даминдин. Таким образом, все вышесказанное доказывает. Во-первых, автором идеи построить город Акмала, который впоследствии стал столицей Казахстана, является казах Канаркулжа у Даминдин. Во-вторых, история столицы Казахстана Астаны началась 18 июня 1830 года, когда Курултай казахских биев разрешил начать строительство городка Акмала. И именно этот день, 18 июня, и должен стать настоящим днем города. В-третьих, будет совершенно справедливо, если одна из главных улиц Астаны или хотя бы главная площадь будут носить имя подлинного автора города – Канаркулжа у Даминдина. Однако только основанием Акмала вклад Канаркулжа у Даминдина в казахской истории не ограничивается, он и впоследствии продолжал заботиться о родном казахском народе. Так, в 1834 году Канаркулжа у Даминдин едет в Петербург для личной встречи с императором Николаем II. Это был второй случай в казахской истории, когда в столицу России приезжала казахская делегация. Первый раз казахи приезжали в Петербург в 1734 году во главе с султаном младшего Жуза Иралы для заключения союза с Россией. Главной причиной приезда Канаркулжа у Даминдина в Петербург также была судьба родного народа. В Петербурге Канаркулжа дважды встречается с Николаем II и добивается следующих льгот для казахского народа. Во-первых, было утверждено положение о свободе сибирских киргизов от рекрутства, согласно которой казахи были освобождены от призыва в русскую армию. Если учесть, что служба в русской армии составляла 25 лет, эта льгота была очень важной и позволила остаться дома тысячам казахских мужчин. Во-вторых, казахам было разрешено селиться в городах и крепостях. В-третьих, казахи были освобождены от уплаты всех иных налогов, кроме Исака. Когда же в казахской степи случался джуд, казахи получали освобождение и от уплаты Исака на второй года. Эти условия были очень важным событием НИДа, ни после ни одному из казахов не удавалось больше добиться от властей Российской империи таких льгот для казахского народа. Вот таким патриотом своего родного народа был предок Мухтара Джакишева знаменитый султан Канаркулжа Удамендин. К сожалению, сегодня имя Канаркулжа Удамендина стараются очернить и сфальсифицировать. Для этого часто используют борьбу Канаркулжа Удамендина против хана Кенесары. И вот тут следует отметить следующий факт, да, Канаркулжа Удамендин не поддержал Кенесары хана, так как прекрасно понимал шансов на победу, у него нет. Поэтому казахскому народу следует стараться сохранить мир в казахской степи и воспользоваться покровительством Российской империи для развития. Что же касается личной неприязни между Канаркулжа и Кенесары, это понятно. Они принадлежали к разным кланам казахских правителей, Канаркулжа был потомком первого хана среднего жуза Самеки, а Кенесары был потомком последнего хана среднего жуза Абылая. Причем в свое время Самеки и Абылай были конкурентами и не особо уважали друг друга. Это, к сожалению, трагедия казахской истории. Но тем не менее, Канаркулжа Удамендин должен занять свое место в казахской истории как человек, который старался служить своему народу в условиях сильнейшего давления мощной Российской империи. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими людьми, как Канаркулжа Удамендин и его потомок Мухтар Джакишев, мы должны только гордиться.